сегодня у нас 20 октября 2023 год вот приехал приехал я к брату Игорю Владимировичу после многих трудов Асёвки и Потеряевка в православном поселении братья там много трудились Игнатий Тихонович брат Владимир брат Николай Кузьмин ну и другие немножко способствовали тоже братья приезжали способствовали и вот теперь вырастить урожай это самое сложное потому что Господь дает сказал говорит если семени не оживет если не умрет и вот умерли эти семечки вдруг ожили и вот нарастились вот поглядите какие вещи нарастились ну сами знаете что это такое это кабачок снаряд это то же самое что картошка для нас вот видите какие желтые он есть и вот это вот вот эта корочка она видите слышите как камень ну то есть не просто так прорубить его поэтому точу нож он даже немножко клинок даже немножко тут это вот там кабачок затупился каждый раз натачиваем уже третья закладка почему мы решили снимать так бы мы не снимали про нас-то ничего не интересного это уже мы какой третий этап да это третий этап но мы разные делаем просто и дело все в том что Игнатий Тихоновичу понравилось покажи пожалуйста снимите ту и другую просто убери вот они видите стоят заготовки это не все то есть кое-что уже ушло к Игнатий Тихоновичу брат Владимир надо пояснить чем мы делали да да поясни я к чему поясню первый раз мы сделали классический вариант с яблоками и с перцем то есть кабачков берется к 6 частям кабачков берется одна часть ну то есть допустим чтобы нам проще было мы берем 6 килограмм кабачков вот у нас весы весы на 10 килограмм вот такие 10 килограммовые вот у нас тара который мы взвешиваем сюда мы приготовим вот кабачки сейчас обработаем все и эти 6 килограмм зависим брат ну это я делаю брат Владимир остальное делает он это морковку яблоки и перец подготавливаем но это другой просто уже у нас ингредиенты другие идут другой состав это лук очистился лучше и чеснока 200 грамм то есть получается 6 килограмм табачков и по килограмм морквы морквы яблок и красного перца 200 грамм чеснока его выжимаешь и добавляется в самом конце когда значит как готовится все это перетирается сначала но это по классической схеме и потом долго варится там варится пипет с того вот что будет таких как пипец нету я имею ввиду по классической по классическому да да я попробовал пододел себе и мне не очень понравилось она какая то в одиниста получается и тогда я вспомнил что продают вот таких кабачков micro upload как жареная написано но и я так думаю обжаренные и ежев не в печах&жарят Ее же не на сковородке жарят Это понятно, что, наверное, как вот эти чипсы показывают Такая машина, туда раз, там пекутся И чипсы эти, они написано жареные Они на самом деле жарятся Вот от температуры просто Они не на масле, не на чем И я тут подумал, думаю, что сделать Потом давай я запеку попробую И начал все запекать Морковка очень тяжело запекается И вот в этот раз мы с братом Брат меня Брат меня поставил передо мной вопрос Я думаю, ну что же делается, чтобы у нас побыстрее было И вдруг я подумал, да надо морковку измельчить сначала и все И когда мы вчера сделали Первый раз морковку измельчили Там уже у нас тушился кабачки Ну и на двух противнях Вот противня Сразу два противня И получается, короче, можно делать по 5 килограмм В каждой противень То есть получается общего 10 килограмм Даже больше, где-то 11 То есть можно за раз Вот эти все кабачки Вот тут их где-то 6, может 7 кабачков уйдет Но какой она по вкусу Я вот и начал говорить об этом Первый, который был Вот из этих ингредиентов, которые я сказал Ну это не все они будут говорить Остальные, захотите в комментариях Если что Мы же не говорим о том Мы не претендуем на роль Просто мы постимся И поэтому часто берем в магазинах эту кабачковую икру Она у нас популярна Но когда ты сам делаешь Братья потеряевки трудились Брат Владимир здесь Ну и понятно, нужно сохранить это все И главное это Игна Тихнычу понравилось Вот в чем дело И он сейчас это Вкушает И поэтому мы решили заснять Показать, что любит Игна Тихныч Ну вообще он первый раз кабачки ест Он до этого вообще их не подрагивался Ну что можно сказать Я не поверил в то, что он будет есть Мы сделали без уксуса ему все Здесь для рецепта добавляется яблочный уксус Ну там немного там всего 4 ложки И яблочный уксус, кто понимает Это не тот уксус, который мы льем Который делается из других компонентов Не природного яблочного уксуса Не яблок Вот и поэтому мы ему сделали В самой простоте Ну вот так И ему понравилось Ну понравилось и мы начали еще делать Потом сделали мы с морковкой и с луком вчера И нам понравилось это Мы сегодня даже рис поели То есть перцы не стали класть уже красные Да, перец не стали Перец он и дорогой Яблоки не стали класть И какой-то чересчур экзотическое все А сегодня мы будем делать С помидорами С помидорами Да, вот я принес помидоры Но вчерашний мы добавляли томатную пасту А сегодня мы прям чистых живых помидор И так же будет у нас Местные Будет у нас Четыре ингредиента Сами кабачки Помидоры Томаты А, паприка еще Ну, паприка Да, я не говорю Это для вкуса Ощущения Пряность Пряность, да Что пряной такой Ну, там все на вкус Язык определяет То есть получается у нас Кабачок Томаты Лук И морковь Морковь Самое основное, да Томатов берется Два с половиной килограмма А лука и моркови Где-то по полтора килограмма То есть получается Теперь на томате Как бы И Шесть частей Опять кабачков Где-то Шесть килограмм кабачков Вот И посмотрим Что получится Ну, так же чесночка добавим Соли по вкусу там Соли мы, да Уже все Не стали уже Смотреть, что там где Сахару, соли Обычно мы На На пять Килограмм Вот этого всего Взвеси Две ложки Столового Сахара И три ложки Чайной соли И Пол Ложечки Чайной Перчика Черного Все И паприку Вот так Готовится Ну, покажи Как с кабачками Борешься А Ну, давай Вот это Возьму Попроще Наверное Не знаю Пороче Или нет Сначала Жопку отсекаем Вот тут блюдо у нас уже Все нормально Потом Вот эту часть Так вот Укладываю Все это Чтобы Так, теперь Вот кабачок Видите, он какого Он идет Всегда Ну, как Хобот у слона Вот Хобот вот отсюда На утолшение Чтобы легче было Его обрезать Видите, вот тут будет сложно Тут двойное обрезание будет То Он делится на три части Вот так вот делится Вот одна часть Внутри Видите, какого хорошего цвета А теперь тут слишком Здесь Намного Уже Чем здесь Поэтому Приблизительно Делается пополам Чтобы легче было обрезать И теперь С маленького Начнем Вот Легче всего Берешь И он Видите, какого Он не просто круглый А имеет такие Ну Выпуклости Да И вот их Раз, два, три, четыре, пять, шесть Семь, восемь, девять, десять Ну, по две выпуклости Обрезаем сразу И получается экономия Если три брать То зацепляем Вот это То, что Желто-зеленое То, что уже созревшее Ну, поэтому я экономлю Поэтому беру по две выпуклости И Вот Приблизительно Смотрим И вот так вот Видите Ну, видно, что Видно, что Экономия идет Так что Вот Обычно по две выпуклости Ну, если Не получится То Главное, чтобы Вот Которая зелень остается Я ее потом срезаю Потому что Почему срезаю Эту зелень? Ну, потому что Это недозревшее И Вот этот Сахар Который добавляется И так далее Тогда тут надо Целыми килограммами Сахар класть Чтобы было А то Птеслятина будет Поэтому Ну, немного Срезается Все И теперь Там есть Сердцевина Вот так вот Разрезаем пополам Все так делают И вот Чуть-чуть Совсем сердцевины Мякоть Это убирается Мякоть Вот И теперь Дальше Вот так Разрезается Вот И Для чего Это разрезается Все Для того Чтобы Оно Потом Запеклось Хорошо И вот Приблизительно На четыре части Все И Это потом Будет Все взвешиваться Ну, приблизительно Надо Шесть кабачков Мы уже проверили И вот Так Раз Два И Три На Двое Все В принципе Понятен Процесс Ну, такой Процесс Да А я тут Помыл Морковку И сейчас Можичком Счищаю То есть Враковым Потом Белокс Безистационный Вот Так вот С божьей Помощь Потом Дальше Показываю Что мы Делаем Ну, вот Продолжение Приготовления Кабачков Кабачков Вот Мы Игорь Владимирович Нарезал Брат Шесть килограмм Завесили Шесткими Кубиками На два Противня Они Сейчас Упарятся Нет Останется Половина Вот Выставили Примерно Двести Тридцать Двести Двадцать Градусов На две стороны Снизу Сверху И там Уже По готовности Смотрим По времени Ну, где-то Час Два Часа Вот так Я Тем временем Пока Морковку Почистил Подготовил Сейчас Даже Замерю Сколько Ее Сейчас Томаты Можно Сюда Высыпать Томаты Сейчас Подзем Морковку Замерим Было Два Девятьсот Сейчас Посмотрим Осталось По-черному Да Да Ну-ка Сколько Два Шестьсот Семьдесят Четыре Ну Она Триста Грамм Вот Это Примерно Ну Два Четыреста Получается Два Четыреста А было Два Девятьсот Да Два Девятьсот Ну вот Полкилограмма Ушло Ну как Мы вчера Неплохо Смотрели И кабачки Уходят У нас Один кабачок Два С половиной Килограмма Уходит Килограмм Уходит С кабачка Ну да Там толщина Большая Там есть Такие Железобетонные Просто Очень тяжелые Так Что сейчас Покажешь Как ее Начинаешь Морковку Да Морковку Да Сюда Так же Да Морковку Мы сейчас Ее будем Крутить Поэтому Вот так Покорежем Так Ладно Пока Луком Замочил Ну просто Режем Кудиками Все Да Лук Я замочил Доктор Будет Чистить Чищаться Вот Нарезали Морковку И сейчас Измельчаем Для чего Расскажи Для кабачков Измельчаем Для того Чтобы она Быстрее Приготовилась В духовке Чтобы не варить Ее Чтобы все Витаминчики И микроэлементы Остались Целенькие Все В нашей Копилочки Первый раз Мы ее варили Да Варить Там Бульоном Уходит Здесь О Колечко Кольечко Кольечко Выйди на крыльчко Ты гляди-ка Что там Диск один Не промолотился Не промолотился Наверное Не один Что ли Странно Может подольше Тогда ее Помолотить Нет Ты гляди Все нормально Какой цвет Приятного Морковка Морковка И дает Вот этот цвет Икры кабачковой В магазине Вкус Вкус Все-таки Магазины Не такой Насыщенный Как мы сейчас Делаем Который Сделали мы Луковый Там лучок Преобладает Прям хорошо Прям лук Закуска Такая получается Как бы даже Не совсем Вот та икра Которую привыкли Простенькая Такая Ну так Чуть кисловатая Кабачок Короче говоря А это уже Со вкусом Морковка Одна из Трудно Растимых Овощей Да Ну вот Вначале Вначале Я имею в виду Это я знаю У нас Марина Хорошо За морковкой Ухаживает Причем интересно Ухаживала За морковкой И та морковка Как за что-то Та морковка Которая была Не прорежена Она выросла Ну такая Небольшая Но такая Сочная Такая прям Классная Морковка А ту Которую Провер Прореживала Такая Милкая Худая Какая-то В чем дело Так мы не поняли А она столько Там Трудов Проводила Столько трудов Над ней Плюнули Больше Никогда Не будем Прореживать Так Чуть-чуть Морковочки Не задавит Просто Не даст Очень жаль Отдельно Потом Ну да Досыпем Просто Сейчас Икручим Это Досыпем И все Сейчас Оно Мельче Ставится Поменьше Ну все Вот так Как так Видно Что верхний Еще Не скромсал Ну да Не дают Вниз Опускаться Ну вот так Вот Я тем временем Пока лучок Чищу Водички Чтоб меньше Плакать Слезки Лились Глазки Слезки Все Продолжаем Закончили Да Продолжаем Наливать Вот банки Вон они стоят Сейчас покажу Вот они Какой у нас Мы просто Не засняли Тут у нас было Две большие киструли Вот это все И вот мы уже Сколько А это Те Которые Это примерно Сколько у нас Пять Семь Восемь Десять литров Здесь Да Примерно Десять литров Десять литров И вот Как мы Делаем Заливку Банки Чтобы Атос Прошлые Дни Сделали Кошечка Тоже интересуется Таким Мероприятием Всем Интересны Собачкам Тоже Вот как происходит Консистенцию Брать Покажи Поближе Какая Приятная Вот Поглядите Сейчас Вот я Учерпну Вот она Видите Как падает Красота Какая Да Сейчас Запах Вы не слышите Я подняю Пахнет Чем-то Потеряевским Потеряевским Трудом И религией Честно Честно У вас Видишь Там Нету Ничего Мясного И Когда Заходишь Запах Просто Идет Как Что-то Растительного У нас Потому Что Там Еще Это Всякие Овощи Хранятся Да 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 Типа Типа С картофельного Погреба Запах Вот Такой Да Ну Сколько Здесь 6 литров Ой 6 килограмм Хабачков Почти 3 килограмма Томатов Полтора Килограмма Моркови И Кило 200 Лука Вот Так Точно Полтора Килограмма Моркови Мы забыли Чеснок А Ну Все Уже Уже Чеснок Ну Есть Без Чеснока Такие Забыли Чеснок Я думаю Что-то Такое Что-то Что-то Не доделали Да Что-то Где-то У меня тоже Какое-то чувство Такое было Мои Шестые чувства Меня подводят Нет Чувствия Его не обманули О Трехлитровый Даже еще не дополнилось Да Все будет хорошо А Еще Все будет хорошо В этом плане Будет хорошо Даже еще останется На кусочек хлеба Наверное И весьма Хорошо Будет Опа Все И теперь вот так Легким Потряс Схиванием Банка Наполняется Наполняется Банка Трехлитровочка И Немножечко Еще Повырюшечки И И Все Готово Это мы тут Прожарили Банки Вот этой Духовки Все Соскрепстить Крышка Будет еще Тоже Кипящина Так И Брат Зацепи Ага Пожалуйста Пожарите Давай Ага Вот так И теперь Она постоит Немножко И Мы ее Закручиваем И ставим Кверхторможки Мы туда Все Все Слава Богу Все Сколько у нас Получается 12 Четыре С половиной Часа Работы Мы еще Минут 15 Отдохнули Посмотрели Про Подводный Мир Очень интересно Про рыбу Солнце Сколько Она весит Достигает Вернее Почти Три Тонны А Она Сама Рождается С икринки Ее Не видно Даже Глазом И Поэтому Когда она Вырастает В 28 Миллионов Раз Она Увеличивается В размерах По сравнению С тем Когда Рождается То есть Господь Смогущий Что ты Делаешь С нами Мы не можем Прям Как Я уже Взрослый Такой И Она Названа Так Потому Что Любит Греться На Солнце А я Эту Рыбу Почему Заинтересовался Когда Канал Переключал Вижу Рыба Солнце А я Видел Как Ее В Японии Разделывают Она 600 Или 800 Килограмм И Как Они Разрезают На Кусочки Это Отдельно Плавники Отдельно И Так Быстро Работают И Такие Ножи Длинные Чук Чук Топорики Там Подрубают Я думаю Че это за рыба Такая странная У нее Плавник Вот так Один Шевелит Ему Как Рогом Странная Такая рыбка И Два Плавника Заместо Хвоста Длинных Таких Хвоста Нету Как Весла Как Весла И Огромная Такая Толстая Не знаю Руками Не разведу Слава Богу За все Спасибо Христос Аллилуйя Да